Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Верой упознаем, что веки устроены Словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое. Послание апостола Павла к евреям, 11 глава. Апостол Павел в послании к евреям противопоставляет веру и видение в Евангелие от Иоанна наоборот. Сама вера делает возможным видение. И это видение уже сейчас на земле делает возможным исцеление, духовное воскрешение человека. Кажущаяся противоречия объясняется тем, что апостол Павла речь идет о телесном видении, у Иоанна о духовном зрении. О духовном исцелении и воскрешении из мертвых. Согласно евангелисту Иоанну, на Фанаилу обещано видение славы Божией, Евангелие от Иоанна 1 глава, о которой идет речь. Объект этого видения не только слава Иисуса Христа, но также конкретное изменение человека через исцеление. Это исцеление распознается глазами веры. Настоящая вера может познавать и видеть, что исцеление действует, причем в Писании не сказано, что исцеление когда-то заканчивается. Последующее исцеление в будущем не исключается. Противопоставление телесного и духовного видения изображено в конце рассказа об исцелении слепорожденного. Евангелие от Иоанна 9 глава. Исцеление слепоты, которое совершил Господь, приводит юношу не только к телесному видению, но и духовному. То есть к вере. Иудеи же, видевшие это, закрывают свое духовное зрение и не признают очевидного. И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сеть, чтобы не видящие видели, а видящие стали слепы. Усушев это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, неужели и мы слепы? Иисус сказал им, если бы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Евангелие от Иоанна 9 глава. Фарисеи утверждают, что они видят, а не слепы духовно. Еще больше укореняются в своей духовной слепоте и отвергают Бога. Телесное видение также может включать веру. Так, любимый ученик, увидев пустой гроб, сразу верит, что произошло воскресенье. Он помнил, что говорил Иисус о своей смерти и воскресенье. И поэтому сразу распознает значение события. Совсем по-другому происходит в рассказе о Фоме. Фома требует телесного видения, чтобы поверить. Вера должна пребывать и без телесного видения, говорит Христос. Господь провозглашает хвалу тем, которые веруют без того, чтобы телесно видеть. О том, что есть духовное сердечное видение, ясно также из рассказа об исцелении слепого в Артемея. Евангелие от Марка 10 глава. Ученики Христовы видели множество исцелений, но оставались духовно слепыми, неверующими, в чем их неоднократно упрекает Господь. Слепой же в Артемеи, не видя исцелений самого Иисуса Христа, но даже лишь от слышания приходит к вере, доверию Господу, уверенности в его силе исцелить. По своей вере Вартемей получает исцеление и следует за Христом. В отличие от богатого юноши, который не мог оставить своей собственности и следовать за Христом, Вартемей оставляет свою единственную верхнюю одежду, все, что имеет. Примером непривязанности к собственности является также женщина с салавастровым сосудом нардового масла. Евангелие от Марка 14 глава. Ее любовь к Иисусу Христу видела, что Он страдает, находясь на пути в Иерусалим. Даже ученики Христовы этого не видели, хотя Он прямо говорил о Своей будущих крестных муках в Иерусалиме. Женщина не пожалела годового дохода, чтобы хоть так утешить Господа. Ее любовь стала пророческой, помазанием перед смертью. Взгляд верующего обращен на невидимое. Верующий не создает новые реальности, но познает, принимает реальность, которая закрыта от восприятия неверующим. Человек имеет право верить в Бога, потому что Он есть. Это реальность, от которой человек может или отказаться, или принять ее и познавать. Требование увидеть Христа телесными очами иногда высказывается в Евангелии с акцентом на смешке. Так разбявшие Христа римляне поносили Его и говорили, Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с Христа. Само мы видели и уверуем. Евангелие Марка 15 глава. Также неверующие иудеи требовали от Иисуса Христа различных знамений с неба. Видите, исцеление больных людей для них было недостаточно. В рассказе выселения бесноватого, который жил в горах, в гробах, повествуется о признании бесами Божьего откровения. Хотя бесы видят очевидное, речь не идет о вере, ибо вера – это доверие и верность. В послании апостола Иакова во 2 главе мы встречаем выражение «бесы веруют и трепещут». Но из контекста становится ясно, что апостол ведет речь о пустой, мнимой, бесплодной вере. Истинная вера связана с делами веры. Бесы – это как раз пример пустой, неистинной веры. О неистинной вере множество раз говорится в Евангелии Теана, эта тема рассматривается. В другой главе – подлинная вера, и мимо данного, в данном календаре. В рассказе о прекращении бури Господь Иисус Христос указывает на неверие учеников, ибо невразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Марка 6 глава. Хотя апостолы уже очень многое видели, их сердца оставались в неверии. Они субъективно воспринимали объективную реальность через свое жестокосердие. Ученики чувствовали себя оставленными Господом, хотя это было совсем не так. Он приходит в нужный момент на помощь. Этот рассказ касается также жизни христианских общин в период гонений. Хотя христианам подчас грозит смертельная опасность, Господь никогда не оставляет своих последователей, хоть они не всегда это чувствуют. В Евангелии от Иоанна мы видим, что частая реакция на очевидное чудесное исцеление людей было неверие, а воскрешение Лазаря возбудило в неверующих еще большее желание убить Иисуса Христа. Таким образом, истинная вера – это прозрение, открытие Богом глаз человеку. По природе все люди склонны к духовной слепоте, но Господь может исцелить от этой слепоты. Проблема даже не в том, что люди объективно слепы, но в том, что они утверждают, будто видят, уверены в своей способности видеть и воспринимать реальность. То есть люди находятся в самообмане. Неверующие иудеи были уверены, что лучше самого Господа Иисуса Христа понимают, как служить Богу. Следует подчеркнуть, что речь идет не о так называемых атеистах, которые отвергают существование Бога, а о споре между соблюдающими закон Божий, как они думали и об истинном желании понять волю Божию и вериться Ему. Святитель Иоанн Гринчанинов пишет, что требовать видения, чтобы поверить, несообразно с самим существом и достоинства веры, подобно тому, как между людьми плохо верят, если требует задатка. Это дерзость почти неверия, хотя, может быть, не совсем чуждое желание веровать. Это не одобрено в фоме. Но совсем другое дело – веровать без видения. И вследствие послушания веры, как дар, как награда, как подкрепление, как живительное исцеление, получить видение. Так первомученик Стефан веровал, исповедовал веру перед гонителями, предал себя смертной опасности за веру, и тогда увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Богом. Деяние 2 глава. 7 глава. Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слеп ум, когда вера эта, сила духовного зрения, не действует. Напротив, когда действует вера, отверзаются небеса, становятся зримым Сын Одесной Отца, везде сущий по Божеству и все исполняющий неизврещенный. Аминь. Аминь.